Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Эспирь» и сегодня мы будем читать пятую главу этой книги. Я помню, что когда был жив в блаженной памяти Ирей Даниил Сосоев, мы как-то с ним обсуждали, что нету развернутого комментария на книгу «Эспирь», и он думал написать такую работу, но он ее не смог написать по понятным причинам. Поэтому эти лекции по книге «Эспирь» я посвящаю его светлой памяти, памяти этого удивительного человека, который был влюблен в священное писание, жил этими текстами. Итак, книга «Эспирь» я напоминаю. Это книга, которая рассказывает о том, как дьявол хотел уничтожить еврейский народ, но он хотел это сделать с одной целью, чтобы в этот мир не родился Христос Спаситель. Почему дьявол в настоящее время подталкивает людей делать аборты? А ответ очень прост. Чтобы в этом мире не было таких людей, как преподобный Сергий Игумен Радонежский, как преподобный Серафим Саровский, как благоверный князь Александр Невский, Данил Московский и другие. Дьявол всегда сидит в засаде, и он всегда хочет остановить движение святости, и борьба с семенем еврейского народа в ветхозаветные времена – это борьба с желающим прийти в этот мир Христом Спасителем, который по плоти, как и начинается Евангелие от Матфея, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова. И мы читаем пятую главу, где рассказывается о том, как Исфирь осмелилась обратиться к царю. На третий день Исфирь, перестав молиться, сняла одежды ситования, то есть вретище, и оделась по-царски, и, сделавшись великолепную, призывая всевица Бога и Спасителя, взяла двух служанок и на одну опиралась, как бы предавшись неге, а другая следовала за ней, поддерживая одеяние ее. Она была прекрасна в отцвете красоты своей, и лицо ее радостно, и было исполненной любви, но сердце ее было стеснено от страха. И стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом, обличенный во всеодеянии величия своего, весь в золоте и драгоценных камнях, и был весьма страшен. Я напомню, что эсфирь – это образ церкви, царь – это образ Христа царя, Мардахей – это образ апостолов, их проповеди, их ревности о Боге. Аман – это символ дьявола, который все время наговаривает Богу на народ Божий, как мы видим из предисловия книги Иова. И вот то, что невеста церковь, эсфирь, идет к жениху Христу, опираясь на двух служанок, точнее на одну из них, а их две, другая поддерживает ее шельф, красивые одежды, наверное, эти две служанки символизируют собой Ветхий и Новый Завет. А вот та служанка, на которую опирается эсфирь, это, конечно же, Новый Завет, который нам, христианам, церкви, ближе, чем Ветхий. Но Ветхий Завет тоже очень важен. По-своему мы не можем впадать в еретическое, маркианитское неприятие Ветхого Завета, ибо Ветхий Завет рассказывает нам о том, что Бог хочет от нас в то время как Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. Конечно, это несоизмеримые вещи, то, что мы можем сделать для Бога, и то, что Бог сделал для нас, но, как говорится, вера без дел мертва. И что происходит? Царь, облаченный во все одеяния величия своего, весь в золоте и драгоценных камнях, и был весьма страшен, а эсфирь стоит перед дверями его. Климент Александрийский в своем педагоге писал, «Если Господь естественную красоту тела ценит менее, чем красоту души, то что он подумает о ложной красоте? Он полностью отринувший всякую ложь, ибо мы ходим верой, а не видением». На Аврааме Господь весьма ясно показывает, что следующий за Богом должен полностью презирать отечество, родственников, имущество и богатство. Он, Господь, сделал Авраама чужеземцем и за это назвал его другом, потому что тот презрел свое домашнее изобилие. Ибо Авраам был знаменитого рода и очень богат, и количеством в 318 человек своего дома он победил четырех царей, пленивших лота его племянника. И мы обнаруживаем, что только эсфирь украшалась праведно. Нарядность этой женщины для своего царя имела таинственное значение. Красота же ее оказывается выкупом за ее осужденный на смерть народ. А что такое красота церкви, если эсфирь символизирует собою церковь, и она хочет красивой предстать пред царем своим мужем. Красота церкви – это ее святые. Красота церкви – это ее праведные. Именно они предстоят в церкви пред лицом Христа жениха за весь народ Божий, или только за Божий народ, но и за всех людей, живущих на земле. И древнехристианский экзегет Робан Мавр в своих толкованиях на книгу «Эсфирь» пишет, «Тот факт, что эсфирь надевает царские одеяния на третий день, без сомнения означает, что церковь язычников в третью пору мира, то есть после воплощения, страдания и воскресения Христа, облачилась через таинство крещения и исповедания Святой Троицы веру, надежду и любовь. Она украсилась всякими добродетелями, дабы стать достойной царского свадебного пира, хотя любовь Господа всегда оставалась пылкой». Я напомню, что Эсфирь не могла просто так взять и прийти к царю, потому что по законам Вавилона, Персии, Мидии к царям нельзя просто так заходить, если царь не пригласит. И тот, кто заходил без приглашения, он подвергался смерти. И здесь мы читаем, когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах Его. Обратив лицо свое, пламенеющее славой, царь – это образ Христа в данном случае, он взглянул сильным гневом, и царица упала духом. В одном древнем латинском словословии «Христу» в день суда сказано, что в день суда и праведные будут в тревоге. «И царица упала духом и изменилась в лице своем от ослабления и склонилась на голову служанки» – служанка символизирует здесь новый завет, и мы уповаем на евангельское откровение, которое сопровождало ее, Священное Писание сопровождает церковь на протяжении всей ее истории. «И изменил Бог дух царя на кротость, и поспешно встал он с престола своего и приняв ее в объятия свои, пока она не пришла в себя. Потом он утешил ее ласковыми словами, сказав ей, «Что тебе, Исфирь, я брат твой?» Он не называет здесь себя ее мужем, называет братом, подчеркивая особую близость к ней. «Ободрись, не умрешь, ибо наше владычество общее, подойди». Здесь текст мы воспроизводим не только по масоре еврейской, но и по саптуагенте. Поэтому те, которые следят за текстом по каноническому варианту мусорецкого текста, они должны понять, что некоторые моменты здесь берутся из саптуагенты. Обычно тексты из саптуагента в православной Библии они даются в квадратных скобках. «И простер царь, Косвирь, золотой Скипидор, который был в руке его, и подошла Исфирь, и коснулась конца Скипидора, и положил царь Скипидор на шею ей, и поцеловал ее, и сказал, «Говори мне». И сказала она, «Я видела в тебе, господин, как бы ангела Божия, и смутилось и сердце мое от страха пред славою твоею, ибо дивен ты, господин, и лицо твое исполнено благодати». Но во время беседы она упала от ослабления, и царь смутился, и все слуги его утешали ее. Однажды, посещая Святую Землю, я в книжном магазине увидел книгу о законах чтения Торы, изучения Торы. Автор Шнеуар Зальман или «Старый Рэби», как его называли. И вот в этой книге дается очень интересная информация. Этот раввин, очень известный в еврейском мире, он сидел в Петропавловской крепости. Его туда сбагрили некоторые иудеи, которые к нему неприязненно относились, и написали на нее какие-то политические доносы. И он, находясь в тюрьме, иногда общался с надзирателями, которые к нему сюда приходили. И надзиратели любили задавать ему какие-то богословские вопросы именно по Писанию. Он так хорошо отвечал, что они друг к другу передавали. Вот такой мудрец у нас сидит. И однажды они рассказали об этом царю, который гулял по Петропавловской крепости. Что-то у них сидит такой еврей, равен, который очень здорово объясняет тексты из Библии. И царь решил прийти к нему, но прийти просто в мундире обычном, офицерском, без объявления, что он царь. И вот интересная ситуация описывается вот самим этим Зальманом, что когда царь вошел к нему в камеру, где он сидел, Зальман ощутил движение всей природы, всего вот этого пространства, как будто вся русская земля вошла к нему в камеру. И он весь затрясся, испытал вот такой страх и рухнул перед царем Ниц и приветствовал его как царя. И когда царь спросил, а как ты понял, что я твой император? Он ответил, ты хозяин этой земли, тебе Бог дал хозяйство над этой землей, и когда ты зашел сюда, я весь затрепетал. Это вот буквально как в этой книге написано, и когда я прочитал, я подумал, если бы русский народ так трепетал бы перед своими царями, императорами, как затрепетал вот этот Зальман, еврейский царик, то никакой бы революции, конечно, не было. Поэтому не надо удивляться, что эсфирь упала от некого ослабления, потому что царь любой земли это как бы тень Божия, опустившаяся на эту землю, потому что есть царь царей, который царь над царями, и через этих царей он нас или наказывает, или благословляет. Третий стих и ниже. «И сказал ей царь, что тебе, царица эсфирь, и какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе?» Красота эсфирь поразила царя, как красота наших святых и праведников, а не члены торжествующей церкви, радует Бога, и через них мы имеем дерзновение обращаться к Создателю. «И сказал эсфирь, отвечая царю, ныне у меня день праздничный, если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь, сходите скорее за Аманом, чтобы сделать послово эсфири. И пришел царь с Аманом на пир, который приготовил эсфирь и сказал царь эсфири при питье вина, какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена». Конечно, Аман не понимал, почему его пригласили, царица пригласила, но эсфирь это делает с целью, чтобы Аман не смог увернуться от тех обличений ее, которые она выскажет ему прямо в лицо. И отвечала эсфирь и сказала, вот мое желание и мое и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет еще завтра на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. Она немножко как бы отодвигает этот момент, когда прямо вот в присутствии этого Амана ему все выговорит, и мы читаем. И вышел Аман в тот день веселый, благодусный, а он оценил, что его почитает не только царь, но и царица. Но когда увидел Аман Мордахея у ворот царских и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мордахею. Мордахей просто сидит, сидит и не подымается своего места, потому что он перед Богом совершает служение. Однако же скрепился Аман, то есть в этот момент не решился уничтожить Мордахея, потому что был назначен месяц, число, и когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и зареж жену свою, ну, жена Амана подобно Аману, и рассказывал им Аман друзьям и своей жене Зареш о великом богатстве своем и о множестве словей своих и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими, и сказал Аман, да и царица Исфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня, так и на завтра я зван к ней с царем, но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардахея иудеянина, сидящего в ворот царских. Он не чувствует полноты наслаждения жизнью, пока есть хотя бы один человек, который его не приветствует должным образом, как он это понимает. Есть люди, у которых, казалось бы, все есть, они всем обеспечены, но они чувствуют себя дискомфортно, когда речь заходит о церкви, о христианах, о Библии. Они хотят все это изгнать из своей жизни, как в Западной Европе изгоняют Рождество из жизни людей, любое упоминание о Христе тоже стараются изгонять из жизни, распятие снимают даже в традиционно католических странах, таких как Польша, Португалия, чтобы даже напоминания не было о Христе никакого перед их глазами. Это их раздражает, это их мучает, как мучил Амана Мордохей одним своим видом. Кто-то, может быть, сейчас слушает эту беседу и испытывает некие муки, когда же этот толстый перестанет разговаривать с нами о Библии. Они бы хотели, чтобы мы говорили о другом, о росте доллара, чтобы мы разговаривали о банковских операциях, чтобы церковь погрузилась в мир мамоны, богатства, стремления к нему. Но мы такие, какие мы есть. «И сказала ему Зареш, жена его и все друзья его, пусть приготовят дерево вошиной в пятьдесят локтей, то есть висельницу, и утром скажи царю, чтобы повесили Мордохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем, и понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево». Вся жизнь Иисуса Христа, вся его земная жизнь, дьявол готовился повесить его на древе. Почему? Именно дьявол распалял толпу, когда она кричала «распни, распни его». Почему? Потому что в Писании сказано «проклят висящий на древе, повешенный на древе». И дьявол стремился, чтобы Христа именно так казнили, а так, как в Слове Божьем сказано «проклят висящий на древе», то проклятие закона Божия ляжет на Христа. Такая логика была у дьявола. Но когда Христос реально повес на древе, дьявол вдруг ощутил, что это он, дьявол, сейчас разрывается на этом древе, потому что Христос взял на себя проклятие всех человеческих грехов, а дьявол, он очень чуток ко грехам, а тут он ощутил, что на древе собрались грехи от первого человека до последнего, и он стал кричать через еврейских служителей, сойди, сойди с креста, и мы веруем в тебя, потому что это оказалось ловушка для самого дьявола. Итак, все приготовлено, висельница для Бардахея, Аман, казалось бы, достиг апогеи своего величия, но что произойдет дальше, об этом мы узнаем во время нашей следующей беседы. Субтитры создавал DimaTorzok